всем привет и вы смотрите топ 5 горячих новостей и с вами я ника бери ну что друзья новость номер один очень много ходит слухов о завершении карьеры сергея лазарева оправдает или нет вы узнаете прямо сейчас сергей лазарев в социальных сетях очень эмоционально ответил на этот вопрос и он ответил что это фейк также он добавил что продолжает работать со своим материалом и планирует концерты ранее сергея проверка тест из россии и заявил что он гордится своей национальностью ну а сейчас вторая новость правда или нет что ольга бузова и родион газманов пара об этом в нашем выпуске в начале прошлого года ольга бузова заявила о расставании с давидом манукяном ее переживания тронули даже родиона газманова он поддержал ее теплыми словами в сети и теперь пошли слухи о новой звездной паре ведущая шоу тема на канале ru.tv поинтересовалась у артиста были ли у него чувства к ольге бузовой на что он ответил я бесконечно восхищаюсь ее работоспособностью но сразу говорю она не моем вкусе и я уважаю ее талант молодой человек признался что ни разу не делал предложение девушкам хотя задумывался о создании семьи напомним что летом родионы исполнится 41 год и он готов к началу новых отношений ну а третья новость совсем удивительная люся чеботина заявила что смогла превзойти на сию влееву по размерам трат на празднование дня рождения певица потратила более 16 миллионов рублей и отметила что теперь не придется много работать чтобы покрыть все расходы веселье с танцами и песнями в караоке продолжались до утра и певица призналась что не успела открыть все подарки а из сразу распакованных презентов ей пришлись по душе сумка от кристины асмус электросамокат от ее друзей в интервью нашей программы люся рассказала особенном подарки от ее мамы потому что у нас была до этого собака джек и так все что когда была бегла в шоу мы вернулись концерта со съемок завтра нам улетает на бали на съемку и мне мама говорит о том что вели умер вот что там он очень он долго болел мы его долго лежали на лекарствах и для нас для всех это был огромный удар но когда я улетела у меня был компейн с абьюси компанией в лондоне я улетела на работу в лондон и через несколько дней когда возвращаюсь а мама говорит а чё ты в гостину не заходишь мне такая да я вас долго не видела там почти неделю я хочу с вами пообщаться она такая ну зайди зайди я захожу а там сидит маленький хвостиком виляет мама сделала ему закон из подушек вот и она говорит представляешь какое совпадение мы его когда собирали нам сказали что в паспорте его имя Вильям Кинг я такая о а я была в лондоне мы решили так это имя оставить что это какая-то судьба вот и собственно выбрал он маму как она рассказывает дергал ее за веревочки на толстовке и она поняла что все это наша собака но четвертая новость поразит всех многие артисты поздравили своих подписчиков с днем победы великая отечественная война это не параграф из учебника пусть никогда не придется им испытать те тяготы лишние потери которые неизбежно несет любая война мира счастья благополучия и доброго здоровья сказала бабкина в своем видеообращении певица полина гагарина тоже поздравила своих подписчиков она поделилась своими фотографиями из личного архива на них дедушка полины мучкаев иван александрович в этот значимый для каждой семьи день я хочу сказать цените жизнь цените свое настоящее свои радости мечты улыбки детей объятия близких радость встреч и помните о тех кто воевал за нас и наше будущее в далеком сорок пятом году тина канделаки тоже создала пост в инстаграм где поздравляла всех с днем победы телеведущая заявила что американцам и британцам никогда не победить россию россия говорит будь собой помни свои корни свой язык свою культуру и знай что вместе с ты только сильней так шансы сохранить свою культуру в современном мире становится в разы больше отметила china ну и последняя новость этого выпуска филипп киркоров отпраздновал 55 лет еще он рассказал то что во время концерта где он исполнял 34 песни он сменил 27 образов один из них был как фокус за одну секунду шоу шло больше трех часов филипп киркоров хотел уже сократить концерт но когда увидел что ни один человек не ушел с концерта решил оставить свой треклист над образами филиппа киркорова работает новый стилист арташес огонян и он уже сделал большую часть образов для концерта шоу был и золотой плащ от валентина юдашкина который для филиппа киркорова действует как талисман также эксклюзивные модели от дольче габбана были шиты специально для него а его костюме высказал свое мнение культуролог моды надя иванова с беседе в одни точка ру он копирует великого итальянского певца фаринели именно об этом образе он свое время выходил на подмостки театра французского двора поэтому здесь определенного рода копия а не оригинал не думаю что на нем настоящие бриллианты изумруды но сразу азваровский однозначно настоящие образ создавался не день и не два скорее всего уходило несколько месяцев порядка 500 тысяч рублей на него было потрачено на этом наши новости подошли концу вы смотрели топ-5 горячих новостей и с вами была я ника бери до новых встреч